Приветствую, друзья! С вами Сергей Пономаренко, АПМ, направление CRM Brutal Marketing. Мы с 2018 года занимаемся внедрением, настройкой CRM-систем для отделов продаж, введением, поддержанием текстной рекламы и настройкой сквозной аналитики. В сегодняшнем видео мы рассмотрим пятый этап воронки продаж – это получение доходов от наших клиентов. На предыдущих этапах, в предыдущих видео мы с вами уже рассмотрели такие важные аспекты, как привлечение, активацию, удержание и направление. И сегодня пришло время сосредоточиться непосредственно на последнем показателе структуры воронки продаж – это непосредственно получение доходов. Получение доходов – это важный этап воронки продаж, на котором вы начинаете получать доход. Для консультата, например, это будет, когда вы получаете подпись на контракте, а для компании – это когда ваши клиенты внесут свои первые платежи за подписку или по счетам. Что бы это ни было, но это точно не конец пути клиента, и на этом этапе не стоит останавливаться. Будьте очень осторожны на этом этапе, на получении доходов, так как это может повлиять на итоговый результат вашего бизнеса. Вам необходимо продолжать радовать своих клиентов, предлагая привлекательные годовые планы и лучшие в своем классе поддержку. И на этом этапе, потому что по статистике 86% клиентов будет платить больше за лучший клиентский опыт. Как только кто-то проводит оплату, ваша работа станет намного комфортнее, поскольку вы будете уже знать, что ваши клиенты уже ваши клиенты, и они уже внесли деньги, и что им от вас необходимо. На самом деле дешевле совершить повторную покупку существующего довольного клиента, чем приобрести нового, и это мы с вами уже разбирали чуть ранее. Вероятность продажи существующему клиенту на 70% выше, в то время как вероятность продажи новому клиенту, которого еще необходимо приобрести, составляет всего-навсего от 5 до 20%. Несколько ошибок вы можете допустить, но вам нужно понимать, что вы окажетесь на этапе приобретения воронки опять, где вам опять придется начинать все сначала с вашими новыми потенциальными клиентами. И, как правило, 30% потребителей говорят, что они могут рассматривать возможность смены компании после всего лишь одного плохого обслуживания со стороны бизнеса. Сейчас мы с вами поговорим на тему, как пятый этап, как получение дохода связано с другими показателями нашей воронки. К настоящему времени вы, должно быть, уже поняли, что ни одна из метрик не является самостоятельной, и их необходимо рассматривать как основу. То есть, чтобы компания преуспела, необходимо преуспеть на всех этапах воронки продажи. Так что давайте же с вами рассмотрим, как доход влияет на другие показатели структуры нашей воронки. Начнем мы с этапа приобретения. Ваш доход будет расти с каждым новым клиентом, но и стоимость будет также расти быстрее. То есть, высокая стоимость приобретения снижает чистую выручку компании. Чем больше вы тратите, тем меньше прибыли вы получаете. То есть, какой смысл получать 300 долларов от продажи, если затраты на привлечение клиента составляют 250 долларов, например. Поэтому необходимо на самом деле оптимизировать свои стратегии приобретения и необходимо инвестировать в канал, который открывает для вас прибыльные возможности. Когда мы переходим к следующему этапу, к этапу активации, то неправильно полученный лид подобен кусочкам мозаики, которые не складываются. Вы можете прикладывать все усилия, чтобы собрать головоломку, но в конце вы будете понимать, что ваши усилия попросту были напрасны из-за неверного хода. Точно так же с активацией неверного лида. Это может привести к пустой трате времени, денег и ресурсов. Такие лиды могут вас бросить на любом сетапах воронки, и это напрямую влияет на доход вашего бизнеса. Поэтому о том, как активировать нужных людей, вы можете найти видео. Это второе видео этой серии и с ним познакомиться. Сегодня также мы говорим об удержании клиентов. Это третий этап воронки. Удержание – это самая важная вещь для роста. Если люди отказываются от подписки на ваши услуги или от вашего товара через несколько месяцев, или вообще не возвращаются, например, в ваш магазин, то вы никаким образом не увеличите свой доход. Вы просто попали в упорочный круг приобретения новых клиентов, и удержание – это единственный способ сократить отток клиентов и увеличить доход. Увеличение коэффициентов удержания клиентов на 5% увеличивает ваш доход на 25-50%. Следующий этап – это направление клиента. Необходимо превратить своего существующего клиента в реферальный магнит, чтобы увеличить свой доход за короткое время. У вашего продукта или услуги должно быть какое-то УТП, уникальное торговое предложение, которое смотивирует ваших пользователей рекомендовать его своим сетям. То есть на самом деле трудно полагаться на клиентов, приходящих из случайных источников. Они вас могут бросить в любой момент. Тем не менее, те, кого порекомендовал довольный клиент, с большой вероятностью останутся лояльными. Таким образом привлеченные клиенты, они имеют на 15% больше жизненную ценность. И вам необходимо анализировать доход, чтобы узнать, что лучше для вас. Вам необходимо использовать различные ширинные инструменты отчетности, чтобы создавать подробные отчеты о доходах, чтобы увидеть, сколько дней вы заработали в прошлом квартале, или месяце, или годе и так далее. В прошлом отчетном периоде. Вам необходимо присматривать свой отчет о доходах, убедиться, что вы копаете глубже и находите источник дохода, чтобы знать, что вам нужно сделать, чтобы еще увеличить размеры прибыли. Сейчас мы с вами также поговорим о том, как разбить доход, чтобы понять, откуда он поступает, по каким показателям его необходимо разбить. Первый показатель – это канал. То есть необходимо сравнивать эффективность разных каналов и смотреть, где вы получаете максимальный доход. Это поможет вам разумно расходовать в ваш маркетинг на бюджет. Следующий показатель – это компании. То есть необходимо отслеживать свои компании и определять самые эффективные из них, которые приносят доходы. Оптимизировать и повторно запускать эти компании, чтобы привлекать качественных лидов и конвертировать их в продажи. Необходимо также обратить внимание на стимулы. То есть какие предложения и скидки побуждать потенциальных клиентов инвестировать в ваш продукт. Необходимо определить, когда вам нужно предоставить эти скидки и предложения, чтобы повлиять на решение о покупке. Необходимо также делать анализ по клиентам. То есть необходимо следить за клиентами своей наибольшей жизненной ценностью, чтобы понимать, как они покупают и что предпочитают. Необходимо тщательно изучать ваших ценных клиентов. И это очень поможет вам улучшить процесс продажи для увеличения доходов для других клиентов, которые совершают у вас, например, разовые покупки. Как же увеличить доход? Любой предприниматель хочет, чтобы его бизнес приносил больше денег. Но вопрос только в том, как это сделать. И лучшим способом является увидеть, как растет график доходов. Это увеличить жизненную ценность клиентов, то есть показатель силы, и снизить стоимость привлечения клиентов. Необходимо также обратить внимание на значение жизни клиентов. То есть это оценка среднего валового дохода, который клиент получает за все время работы от вашей компании. Чем дольше продолжительность жизни клиента, тем больше приток доходов для вас и для вашей компании. Чтобы увеличить этот показатель, вам необходимо прислушиваться к своим клиентам и постоянно совершенствоваться на основе их отзывов, продолжать внедрять инновации и добавлять новые функции, чтобы обеспечивать лучший клиентский опыт, продолжать привлекать своих клиентов информационными баннерами и контентом. И таких клиентов необходимо иногда поощрять специальными предложениями и скидками. Когда мы говорим про стоимость привлечения клиентов, то это сумма, которую вы тратите на привлечение нового клиента, включая расходы на маркетинг, продажи, поездки и встречи. В этом случае для снижения стоимости приобретения вам необходимо определить и нацелиться на правильных потенциальных клиентов, оптимизировать вашу воронку продаж, уменьшить человеческое прикосновение, то есть автоматизировать большинство процессов внутри вашей воронки и постоянно проводить обетестирование ваших целевых страниц, призывок к действию, пробных процессов и содержимого вашего веб-сайта, если такое имеется. Есть несколько итоговых слов, что если вы уделите внимание всем пяти элементам воронки продаж, которые мы с вами проговорили в этой серии, у вас никоим образом не возникнет никаких трудностей с получением дохода. Как было сказано выше мной, все этапы взаимосвязаны между собой. И необходимо использовать правильные стратегии и делать каждый шар с умом, чтобы избежать препятствий на практику успеха получения дохода от ваших клиентов. Если вы хотите превратить больше клиентов в рефералов, в этом случае нужно использовать несколько инструментов для построения большого количества отношений с клиентами. И в этом случае уже вступаем мы в работу. То есть мы предлагаем внедрение CRM-системы, которая поможет вам навести порядок в рамках вашей организации, вашего предприятия, вашего бизнеса. Это инструмент продаж. Он поможет создать качественные воронки продаж и эффективно управлять всеми этапами, процессами продаж. На самом деле, благодаря той же CRM-системе вы сможете легко отслеживать путь покупателя от первого касания до успешного завершения клиента. И, конечно же, вы можете попробовать бесплатно тестовую версию CRM-системы. Все, что вам необходимо, это по ссылке ниже отставить ваши контактные данные. Наши менеджеры свяжутся с вами как можно быстрее, проведут консультацию, создадут вам демо-аккаунт, и вы сможете попробовать CRM-систему непосредственно в действии. Если у вас будут какие-то вопросы, наши менеджеры с радостью вам помогут их закрыть. Спасибо за ваше время и хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!